Мы продолжаем цикл сюжетов в рубрике «Лица труда». Это очерки о жителях нашего города, которые в период пандемии остаются на своих рабочих местах. Героиня очередного сюжета – врач-специалист Муравленковского ковид-госпиталя Айгерим Мукашева. В красной зоне с ней встретилась наша съемочная группа. Рассказывает Таисия Русия. Защитный комбинезон, респиратор, очки и аж по две пары перчаток и бахил для надежности. Только в таком облачении Айгерим Мукашева может пройти в красную зону. Врач-специалист лечит пациентов с диагнозом коронавирус с первого дня работы отделения в городской больнице. Его открыли в помещениях роддома и детского отделения в июне. Первую смену, когда я заступила, в мою смену еще никто не поступал. То есть после меня уже, который дежурил доктор, поступила первая молодая девушка, потом поступило еще двое-трое человек. То есть пока как бы такое незначительное количество, но потом пошел резкий наплыв. Количество больных, зараженных коронавирусом в первый месяц, с каждым днем становилось все больше. Вспоминает Айгерим, почти все койки были заняты пациентами. Работать приходилось на износ. Тяжеловато было, наверное, только в самом начале, когда нормально не отработан ни график, ни режим работы. Мы не знаем, какие это пациенты, как с ними работать. То есть в начале было тяжелее. Но потом со временем, когда уже система все это откладывается, уже какой-то распорядок есть. То есть уже как-то более увереннее сейчас себя чувствуем, чем раньше. В красной зоне Айгерим занимается диагностикой лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Рабочая смена, будь то дневная или ночная, длится 12 часов. И все это время докторам приходится трудиться в защитном костюме, в котором очень жарко и сложно дышать. Целую неделю вместе с другими специалистами ковид-отделения они живут в гостинице при ковид-госпитале. Домой не уходят, чтобы не было риска заразить близких. С родственниками практически мы не видимся. Можем себе позволить единожды. То есть при сдаче, соответственно, Московте ночные смены даются тяжеловато. Ну, как бы со временем все равно, конечно, перестраиваешься. То есть выдаются дни на отсыпные, выходные. То, соответственно, в эти дни набираешься сил. Самая лучшая награда, говорит Айгерим, это возможность помогать людям. Вовремя назначить действенное лечение, а порой и врачевать добрым словом. Вселяя в пациентов надежду на то, что болезнь можно победить. Свою будущую профессию врач Мукашева выбрала еще в юности. Хотя в семье никогда не было медиков. Айгерим зачитывалась книгами о медицине и мечтала о врачевании. Мечта исполнилась получением диплома об окончании Тюменского государственного университета. После учебы дипломированный специалист вернулась в Муравленко. Начала работу в городской больнице. А когда в ковид-госпитале начался поиск докторов-добровольцев, она, не задумываясь, вызвалась помогать тем, кто больше всего нуждался в помощи. Открылось это ковидное отделение. То есть доктора, которые сюда шли, предварительно проходили специальное обучение. То есть все доктора, которые здесь работают, по специальности врачи-специалисты. Прежде до пандемии коронавируса Айгерим трудилась в детской поликлинике эндокринологом. Ее пациенты – самые юные муравленковцы. К ним врачи вернется, как только удастся остановить пандемию. Таисия Русия, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.